Я хочу начать свой доклад с того, чтобы представиться. По образованию я инженер-геолог, диплом Университета Дружбы Народов, мастер по промышленной информатике, французский диплом. Живу во Франции, а работаю во Франции, в Германии, Швейцарии, Бельгии. И сегодня я вам хочу рассказать о своих работах. Лаборатория у меня – это фермы. А фермы во Франции, фермы в Бельгии, в Голландии. И эксперименты я провожу с большими животными, с коровами, со свиньями, с курами, с гусями, с голубями. Я хочу вам рассказать об информации. Первое, я хочу рассказать о себе. Я в первую очередь, в Москве. И я в вторую очередь, в индустрии информатике, в Франции. И сейчас я живу в Франции. И я работаю в Франции, Швейцарии, и других странах. И я хочу вам рассказать сегодня об информационных воздействиях новых технологий на окружающую среду и здоровье людей и животных. И все это происходит через геологические разломы. Мы слушали замечательные выступления вчера о том, как воздействуют пирамиды. И сегодня тоже. Но пирамиды устанавливали в четко определенных местах. Есть еще мегалиты, то есть менгиры, камни длинной формы, которые устанавливали, которые были установлены практически по всей Европе. И их устанавливали в специальных местах, в специальных энергетически мощных точках. Человек создал свои современные менгиры. Это мачты для базовых станций. Это ветрогенераторы. И мы посмотрим, какое влияние они могут оказывать на здоровье людей и животных. Экосистема – это сложная самоорганизующаяся и саморазвивающаяся система, состоящая из сообщества живых организмов, среды их обитания, системы связи, осуществляющие обмен веществом и энергией между ними. И нарушение равновесия этой системы вызывало катастрофы и приводило к изменению окружающей среды, исчезновению некоторых видов живых организмов. И сейчас проводится уникальный эксперимент в истории существования Земли. То есть, как будет выживать человечество в применении к новейшим технологиям. Наша среда обитания – это Земля. А геологические разломы являются составной частью ее внутреннего строения. Через них происходит выделение внутренней энергии Земли на поверхность. То есть, видимая часть этой активности Земли – то, что мы видим – это землетрясение, извержение вулканов. На снимках вы видите, что происходит во время землетрясения. То есть, разрушения происходят в зонах разломов. И вы видите в некоторых местах локальное разрушение зданий, сооружений. То есть, какая опасность грозит человеку, если его дом находится в сейсмически активной зоне? То есть, во время землетрясения его дом может быть разрушен. А если нет землетрясения? Какие факторы могут влиять на состояние здоровья человека? Космические факторы – вчера говорили об этом. Это солнечные бури, влияние Луны и других планет. Но есть еще геофизические факторы, которые практически не учитываются сейчас. Но эти факторы начинают играть все большее и большее значение во влиянии на здоровье человека. Какие это факторы? Это естественное импульсное электромагнитное поле Земли. Это естественное электромагнитное поле Земли. То есть, Земля является генератором импульсов электромагнитных. Это могут быть магнитные гравитационные аномалии и аномальное выделение различных газов, таких как радон, тарон, метан, углекислый газ и водород. Это могут быть магнитные аномалии, гравитационные аномалии, и эмиссионные аномалии, различные газы, как гидроген, метан, карбонодиоксид и другие. Джозеф Киршфинг, американский исследователь, ученый. Он открыл присутствие в мозге и тканях человека наночастиц магнитита, магнитосом. Described the presence in human brain and other tissues some magnetic particles, which he called магнитосом. Были открыты даже магнитные датчики в сетчатке глаза в мозгу. Also magnetic sensors were described in eye retina. То есть человек имеет датчики, которые могут воспринимать электромагнитное излучение и другие излучения. It means we have sensors which can register electromagnetic waves. И концентрация магнитосом в теле человека у каждого человека индивидуальна. And the concentration of these magnetosomes is individual. И, возможно, этим определяется чувствительность каждого человека к электромагнитным воздействиям. Might be this is what defines differential sensitivity to magnetic storms. То есть можно рассмотреть, как взаимодействие электромагнитных излучений Земли с магнитосомами в теле человека. So we can see and investigate how natural electromagnetic irradiation from the earth interacts with these магнитосомами in the human body. То есть Земля в зоне разлома является передатчиком. Where earth in the area of the rupture is a transmitter. А человек является приемником этих излучений. And the human is a receiver. В настоящее время Земля используется как хранилище, как помойное ведро, в которое сбрасывается химические отходы, радиоактивные отходы, блуждающие токи, электромагнитная нагрузка, воздействие ветрогенераторов и солнечных батарей. И когда антропогенная нагрузка на Землю превышает возможности ее регенерации, происходят изменения физических и энергетических свойств территории, что приводит к неустойчивому равновесию экосистемы данной территории. And when anthropogenic load on Earth exceeds its possibility to regenerate, we can see changes in physical and energetic features of the land, which leads to disrupted balance of the ecosystem of these territories. So, let's look at the scheme where we see a farm located on the rupture zone. And we are on a distance of one kilometer we can see a base tower installed there. исследования исследования были проведены более чем на 100 животноводческих ферм с 2004 по 2017 год во Франции, Бельгии и Голландии. То есть, вот эта мачта представляет собой иглу как для акупунктуры или мингир. и установка ее в месте пересечения водных потоков вызывает появление новых излучений, которые распространяются по зонам разломов и могут вызывать отрицательные воздействия на здоровье людей и животных. Рассмотрим другой случай, когда такое же, то же самое место решили поставить ветрогенератор. Прежде чем ставить ветрогенератор вырывается котлован и устанавливается фундамент. И уже только это вызывает появление новых излучений. у меня есть примеры по фермам, когда это вызывало только строительство котлована, уменьшение потребления воды, коровами. Я имею примеры из фарм, где только эта реакция уже ведет к сокращению водоизоляции водоизоляции. Коровами ветрогенератор. Начинались проблемы со здоровьем коров, увеличение количества лейкоцитов в молоке. Сто процентное неотделение плаценты во время отела, что вызывало смерть либо коровы, либо теленка. Рассмотрим конкретные примеры. Как реагирует различные животные на эти излучения? На молочных фермах это изменение поведения коров. Коровы не хотят заходить в доильный зал. Появление маститов, увеличение количества лейкоцитов в молоке. появление различных заболеваний у коров, необъяснимая смерть коров и телят. На свинофермах это изменение поведения свиней. свиноматки становятся нервными, ворочаются и давят маленьких поросят. Свиньи становятся агрессивными, начинаются бои между свиньями и кто-то из свиней погибает. проявление каннибализма, обгрызание хвоста до ануса, откусывание боков и ушей, появление различных заболеваний у свиней и также необъяснимая смерть свиней и поросят. на птицефермах изменение поведения кур и петухов, они становятся агрессивными, заклевывают до смерти, иногда съедают своих сородичей. Здесь вы можете увидеть примеры, как они клюют, это один удар только. уменьшается продуктивность кур несушек. The productivity of laying hands decreases. Куры несут яйца с мягкой скорлупой, иногда яйца бывают вообще без скорлупы. And even problems with the egg itself. То есть эти излучения действуют таким образом, что нарушается процесс создания скорлупы в яйцах. на гусиной ферме, ферме, которая производит знаменитую гусиную печенку французскую. Несмотря на то, что гусей кормят очень хорошо, они не поправляются. Although гусь are being fed very well, they are not becoming, how to say, the body weight does not rise. На голубиной ферме у меня был случай. Родители голуби перестали кормить птенцов. On a pigeon farm, the bird parents stopped to feed their babies and they die. И птенцы умирали от голода. Какая причина всего это была? What is the reason for this event? Дело в том, что где-то поблизости установили мачты с базовыми станциями или мачты или ветрогенераторы? So the reason is that somewhere around this place the cell phone base stations or wind generator tower were installed. Я хочу еще один пример привести по ферме. Реальные цифры. Почему хорошо работать с животными? Потому что животные невозможно влиять на их менталитет и невозможно сказать я сделал хорошее устройство и теперь все будет нормально. я разработал устройство которое позволяет убрать вот эти воздействия вредные на животных и людей. и результаты можно видеть конкретно есть в каждом хозяйстве цифры которые можно проверить. и в рамке судебного процесса на ферме в которой все восстановилось после установки устройств решили провести эксперимент и убрать одно мое устройство Устройство было снято судебным исполнителем Это выгребная яма которая была в жидком состоянии Через три недели устройство было поставлено на место брошен аккумулятор в яму он остался на поверхности верхний слой навоза стал твердым Фермер опустился свою выгребную яму и остался стоять настолько твердый был навоз в одном из загонов было шесть телят четыре умерло два осталось живых но они перестали расти это одного возраста телята это лучшая корова которая давала 10 тысяч литров молока она перестала давать молоко у меня есть посмотрите до установки устройств фермер идет по своей выгребной яме через неделю он мне прислал фотографию уже навоз стал жидким то есть там там где были проблемы на фермах с животными там были проблемы с людьми с тем которыми жили с фермерами их семьями я вам расскажу только один случай фермер последний случай фермер который был в добром здравии занимался спортом не курил не пил сердечный приступ и смерть и врачи не установили причины и доктор не могла не предоставить причину его смерть благодарю вас спасибо спасибо спасибо